приветствую меня зовут валерия нестерова я парфюмер на своем канале рассказываю парфюмерии тема сегодняшнего видео это какой парфюм выбрать на свидание вы наверняка знаете что уже прошли те времена когда мы выбирали понравившийся парфюм и носили его куда угодно сейчас все-таки век огромных скоростей движения обилие информации хочется быть максимально более эффективной и успешной и в том числе выборе ароматов хочется подбирать те ароматы которые попадают точно в цель и оказывают определенный эффект и если вы собираетесь на свидание то в идеале хорошо было бы выбрать вам такой парфюм которым который будет производить соответствующие впечатления о вас на свидании поэтому первый пункт перед тем как вы собираетесь на свидание задайте себе вопрос какой я хочу быть до какой вы хотите быть на свидании какую цель вы преследуете от этого свидания хотите вы быть легкой спонтанной игривой да просто пофлиртовать либо же у вас совсем другие планы до как-то показать что вы статусная женщина что вы настроены не только на флирт но еще на более серьезные на более длительные отношения поверьте что есть определенные ноты в парфюмах которые могут подкрепить ваше отношение ваше ощущение до к текущей ситуации допустим если вы хотите пофлиртовать то вполне достаточно легкого фруктового цветочного аромата или ягодно фруктового аромата да то что придаст некую легкость вашему образу сразу же собеседнику расскажет о том что вы флиртуете что вы вся такая игривая на эмоциях по сути это как будто вы нанесли вкусную помаду или блеск для губ и мужчина это заметил да с вами пофлиртовал и собственно все если же у вас более серьезные намерения то следует обратить внимание на сердечные ноты в аромате да и акцентировать направление аромата на цветочности или на цветочном древесном направлении да почему потому что цветы это отражение женственности а древесность это отражение некой структуры и серьезности намерений поэтому у вас если есть более серьезные намерения да то отражайте это через древесность в ароматах. Пусть даже вы об этом сами точно не знаете, как оно будет воздействовать, но оно будет воздействовать с двух сторон, как на вас изнутри, так и на собеседника, с которым вы идете, допустим, на свидание. То есть цветочные ноты будут подогревать вашу женственность, древесные ноты будут говорить вам о том, что нужно быть структурной, сдержанной, немножко даже серьезной. А собеседник будет считывать это эмоциональное состояние, он будет считывать непроизвольно то воздействие ароматических ингредиентов, которые есть в парфюме, и формировать о вас соответствующие впечатления. Только помните о том, что выбирая парфюм на свидание, вы должны, ваш внешний вид и ваше внутреннее состояние, оно должно соответствовать. И когда у вас все соответствует, внутреннее состояние, внешний вид плюс аромат, это еще плюс 10, 10 и 10, итого плюс 30% к вашему впечатлению, которое вы будете производить на собеседника, на мужчину, с которым вы идете на свидание. И если наоборот, дело касается мужчины, который идет на свидание, соответственно, на какие ноты ему следует обратить внимание в парфюмах? Если дело касается просто флирта, просто такой легкой игры, то это пряные ноты, это фруктовые оттенки в аромате, это оттенки игристых вин, это легкая алкогольность или табачность в аромате, то, что возбуждает и то, что говорит о первом вкусном впечатлении. Если же больше такое, как бы, у нас серьезные намерения, то также обращаем внимание на амбровые ноты в аромате и на древесные. Они, как правило, структурируют, собирают образ, и вы становитесь более статусным в глазах, в вашем впечатлении, в глазах девушки, женщины, с которой идете на свидание. На самом деле, я вам рассказала такую легкую поверхностную историю, на что стоит обратить внимание при выборе ароматов, когда вы идете на свидание, но можно научиться грамотно управлять своим ароматическим впечатлением не только в данной области, но, допустим, когда вы идете на деловые переговоры, когда у вас предстоит какое-то важное мероприятие. Поверьте, в каждый момент времени вы хотите быть разной и производить определенное впечатление. Для того, чтобы научиться разбираться в том впечатлении, которым вы хотите производить, нужно понимать некую аромапсихологию нот или воздействие нот как на себя лично, так и на окружающих людей. Всему этому я обучаю на своем авторском курсе, который называется «Эксперт по парфюмерии». Подробности и ссылочку я оставлю под видео. Вы можете ознакомиться с программой обучения, стоимостью, что входит в курс. И если появятся у вас какие-то вопросы, вы можете задать их под видео. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok